С сотрудниками наркоконтроля Ленинского района был проведен антинаркотический рейд в поселке Измайлово, а помогали проводить операцию представители Видновского станичного казачьего общества. Общими усилиями стоит цель избавить район от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. В ходе рейда был также выявлен незаконный автосервис, где работали иностранные граждане без разрешения трудовой деятельности на территории России, рассказывает Юлия Погасьян. Полиция! Видно? Документы? Все! На проверку! Где именно будет проходить рейд, оставалось тайной до последнего момента. Долго ждав звонка, оперативники резко сорвались с места и поехали в поселок Измайлово, где пунктом их назначения оказался подпольный автосервис. Увидев полицейских, рабочие быстро стали расходиться кто куда и утверждать, что никакого отношения к автосервису не имеют, а просто заехали починить машину. Ничего не работаем пока. Вы здесь безделием занимаетесь? Нет, я в сервис заходил и хотели уезжать. Начав проверять документы, выяснилось, что автосервис работает без законных оснований, а его мастера и вовсе граждане других государств, не имеющие регистрации и разрешений на работу. Чем вы здесь занимаетесь? Машины ремонтирую я. Вы работник автосервиса? Да. А автосервис работает на законных основаниях? Нет. Но всё же основной целью рейда было выявление употребления и распространение наркотиков. Поэтому оперативники выборочно попросили нелегалов сдать экспресс-тест. В результате чего обнаружился положительный результат применения марихуаны. На просьбу прокомментировать ситуацию, ещё недавно свободно говорящий на русском языке молодой человек вдруг забыл все слова. Я не могу ничего сейчас сказать. Я не знаю по-русски. Работа сотрудников наркоконтроля может не совсем заметна обывателю. Но если бы её не было, наш город и район давно бы превратились в сплошной притон наркоманов. По данным ФСКН Ленинского района, в данный момент наблюдается высокий уровень незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. А чтобы бороться с преступниками было легче, полицейским уже не первый год помогают видновские казаки. Моральная поддержка. То есть народ и армия едины. Это первое. Второе. Мы можем выступать в качестве понятых. Третье. Тот, кто только подумает, не заняться ли им бизнесом, он будет знать, что не только ФСКН работает. За ним следят люди в казачьей форме, которые очень часто находятся в гражданской форме. Далее, по результатам антинаркотического рейда, сотрудникам ФСКН предстоит долгая работа. Но проводя подобные мероприятия, с каждым разом они избавляют нас, законопослушных жителей, от преступности на улицах поселений. Такие рейды планируется продолжать и дальше. Делать их внезапно, чтобы лица об них не знали. Мы надеемся, что все граждане, которые будут смотреть этот репортаж, поймут, что всех мы накажем. Никто не останется безнаказанным. Юлия Погасян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.